Девушки отдыхают Из нее вырезали все импланты, заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Сгинет Америка под кублуком Мальц. Полиция! Выходи, споти за вершками! Я слышал, ты вчера проводил акцию. Пятьдесят процентов. Ну что такое? Что опять не так? Ничего. Ты издеваешься, что есть кризиса? Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем, скорее, в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти считай филиалы Росаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп банкам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более Тарасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это врут ему. Что, хорошее настроение? Не каждый день полумертвый чувак таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же я развлекаюсь. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуиция, Ви. Знаешь про такое? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. И это местные новости на 54-м канале. Полиция на Ат-Сити просит быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось, По-своему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну, не совсем. Ну, какая разница? Надувная, голая, живая. Она просто живая. О чем не думает? Тот же латекс, только живой. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Я ищу Эвелин Паркера. Она здесь работает? Ммм, сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Подключитесь. Ох, прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слова. Самурай. Сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, ангел или Скайль? Думаю, я возьму ангела. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Ангел ждет вас в шестой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. А ты у нас, оказывается, извращенец. Винсент, правильно? Я ангел. Твой ангел. Называй меня Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Для остальных я просто Ви. Мы с тобой познакомимся поближе уже совсем скоро, солнце. Ладно, уговорил. Помоги мне расслабиться. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Поэтому ты и здесь. Посмотри вокруг, скажи, что ты видишь. Я ищу девушку, которая здесь работала. Эвелин Паркер. Ты знаешь ее? Где она теперь? Тебе надо смотреть на мир шире, а ты смотришь на частности и мелочи. Такие как Эвелин. Не делай вид, что ты меня знаешь. Мне просто нужны ответы. Тогда задавай правильные вопросы. Нужно ли переживать о том, что уже случилось? Ты сказал, уже случилось. Не понимаю, пояснишь? Я говорю о тебе. О том, что ты носишь в себе и не показываешь никому. И что это? Ты ведь и сам знаешь ответ. Да уж, я сдох один раз. А теперь подыхаю заново. Еще и не знаю, как это остановить. Ну что, доволен теперь? Тебе хотелось оставить свой след в этом мире. Частицу себя. С этого все началось. Ты хотел, чтобы тебя запомнили. Не так уж давно это было. Мне хотелось всего и сразу. А потом столько всего случилось. Я теперь уже другой человек, если так подумать. С другой стороны, если уж помирать, так с музыкой. Я хочу оставить хоть какой-то след. А что потом? Думаешь, после смерти ты исчезнешь из этого мира, словно тебя и не было? Самурай. Что? Что происходит? Ты остановил сеанс. Я сделал что-то не так. Тебе не понравилось? У меня последнее время слишком многое крутится в голове. Ты помог немного развеяться. Ага. Для этого облака и существуют. Теперь понимаю, зачем люди сюда приходят. Правда, я тут по другому поводу. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Ты уж извини, но у нас так нельзя. Я не могу рассказывать тебе ничего про наш кукольный дом. У меня могут быть неприятности. Давай ты лучше уйдешь. Помоги мне. Прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Я ее видел-то всего пару раз. Понятия не имею, где она сейчас. А до меня ее никто не искал. Ничего необычного не помнишь? У нее был скандал с клиентом. Подробностей я не знаю. О таких вещах у нас тут не спрашивают. Том, наверное, знает. Они с Эвелин общались? Спроси его. А меня оставь в покое. Расскажи, что у них там случилось с клиентом. Что за скандал? Никто ничего не видел. Никто не знает, кто на кого напал первым. А потом все сделали вид, что ничего не было. Нам сказали ничего не спрашивать и не обсуждать. где это произошло? В ее кабинке. Номер? Одиннадцать. Эта кабинка сейчас занята? Нет. Недоступна с того дня. Я хочу осмотреть эту кабинку. Поможешь мне? Что? Зачем? Не твое дело. Ты сможешь ее открыть? Смогу. Но на этом все. Больше меня ни о чем не спрашивай. Иди к Тому, а от меня отстань. Том, кто это? Друг Эвелин. Они в свободное время всегда тусили вместе. Где мне его искать? Он работает здесь, куклой. Кабинка два, в зоне для випов. Спасибо. Не за что. И не приходи ко мне больше никогда. Куда? предлагаю посмотреть, что там. Кровь. Свежая, но ее немного. Рана явно была не смертельная. не смертельная. Рана явно не смертельная. Значит, все-таки клиент тут ни при чем. Это у нее почему-то тормоза отказали. Только из-за чего? Кибер-психоз. Может, ее взломали удаленно? Звучит безумно, но нейтронеры такое могут. Странно. Ничего так, но я бы лучше живьем поглядел на такие-то ляшки. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в вип-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы. Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в вип-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Да уж. Ты сейчас обратно наверх? Ага. Сейчас только схожу по су. Доступ на второй этаж только для вип-гоздей. Ага. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу поговорить с Эвелин Паркер Это очень важно Я тоже хочу Столько раз уже ей звонил Все без толку В смысле ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран Ей пришлось уехать в клинику Восоки Или Восла Наверное все таки Восла Ты про случай, когда на нее напал клиент? В ее кабинке я видел кровь Ну, понимаешь, тут такое случается иногда И что, всем похер? Мы получаем новые импланты Больничные Иногда даже компенсацию Хотя, если так подумать Странно, что она уехала так далеко Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет Просто не пришла на работу И трубку не брала Я решил спросить Дубмана Что с ней? Он мне и сказал, что она уехала Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе В подсобке Только клиентам туда нельзя Дубман? Кто это? Мистер Форест Все его зовут Дубманом Не знаю, если честно, почему Окей, значит, мистер Форест Кто он? Типа нашего агента Находит новые таланты Решает вопросы Само собой Может, этот Дубман нам разъяснит Что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов Вот что им надо заменять в первую очередь Да, да, я готов У меня еще и железо новое Думаешь, они правда еще? Мотоцикл, блядь А колеса я там подсчет закидал А можно? Эй, клиентам сюда вход запрещен Если не трудно, закрой дверь с той стороны Ты же видишь, я очень занят Я ищу Эвелин Паркер У нас тут такая не работает Раньше работала Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол И охмурила какого-нибудь богатого оленя Эээ, мой тебе совет Попробуй лучше Рокси Из второй кабинки Жопа такая же круглая Остальное чип доработает Разницы не почувствуешь Я вижу, ты человек деловой Мне кажется, мы с тобой договоримся А мне кажется, что ты маньяк Который охотится за своими бывшими По всему городу Ну это ладно Я тебя слушаю Что? У тебя типа все схвачено? Сидишь в кладовке И считаешь себя большим начальником, да? Ух, да ты, сука, читаешь мысли Не хуже нашего алгоритма Подумать только Такой талант пропадает Как думаешь, кто стоит за твоими Так называемыми боссами из тигринных когтей? У боссов из тигринных когтей тоже есть боссы Просто тебе из твоих канавы их не видно А ты типа птица высокого полета? Скажем так Один человек из клана Арасака Будет очень недоволен, если узнает, что Эвелин кто-то обидел И что ты это допустил Ладно, ладно Я расскажу все, как есть Твоя тёлка, как её Паркер Её тут нет Это я уже давно понял Где она сейчас? Думаешь, ты во всём разбираешься? Да ни хера подобного Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем Они работают Их задача приносить доход Эвелин не приносила доход? Увы, к сожалению для неё Я видел, что она сделала с клиентом Её заразили вирусом? Ах, кто бы не закоротил ей схемы Атака шла извне нашей подсети Раннер общался с Декой как виртуоз Чип прожарился насквозь Мы пытались его починить Но там было без шансов И часто у вас такое случается? Ты встречал технику, которая не ломается? Вряд ли Поведенческий чип раскалывает тебе сознание пополам Некоторые просто сходят с ума На место каждой сломанной потаскухи Сразу приходят десять новых Слушай, давай перейдём к делу Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ Её утилизировать Ты её убил? Нет Я нашёл Рипера, который хотел на неё посмотреть Сказал, что как-нибудь починит То есть ты отправил её к Риперу Несмотря на приказ? Не слишком ли смело для тебя? Ну ёб твою мать У меня же тут не бойня Ликвидация – это крайняя мера И я всегда звоню семье Если она есть Ну как, по-твоему, сколько папочек захотят ухаживать за мелкими шлюхами Которые скатываются в киберпсихоз? Немного Выбрасывать их на улицу – тоже не вариант Это испортит нам репутацию Ну да, понимаю Главное, чтобы не пуля в лоб Знаешь, а ведь все куклы так говорят Ты начинаешь мне нравиться Работу часом не ищешь Ты вложил свои деньги, чтобы помочь бедной, убыточной Эвелин? Да ладно Тебя не проведёшь Рипер сам мне заплатил За сломанную куклу У всех свои причуды Поверь, я на этой работе всякого навидался И не такое видел Фингерс в этом плане уникум У него есть все фетиши Даже те, про которые никто не слышал Он-то наверняка нашёл Эвелин применение Давай фамилию и адрес Рипера Фамилии не знаю Не зли меня Очень надо Зовут его Фингерс У него клиника в переулке по Чпок-стрит Там и ищи эту свою, Эвелин И больше тут не показывайся Ясно? Поезжай лучше на лифте Чем быстрее ты отсюда съебёшь, тем лучше Доктор Фингерс, Чпок-стрит Прям влажная мечта студентки Да уж, весёленькое местечко От такого веселья и повесятся недолго Не совсем Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше за два А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь напалмом Как думаешь, у этого Фингерса мы её найдём? Ви, если бы я был предсказателен, то не оказался бы ёбаным чипом в голове живого трупа Вот и всё Бля А ведь логично, сука У тебя был план, но он провалился Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана А, бля Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно Ты загнёшься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох Это было давно, я с тех пор успел передумать Теперь ты мне нужен, живым Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо? Я вытащил карточку выйти из тюрьмы Было бы глупо ей не воспользоваться У меня Карасаки личные счёты Я выставил их 50 лет назад И сейчас я хочу закончить начатое А для этого мне нужен ты Меня ещё никто не вербовал Слушай, погоди, я всё придумал Я знаю, где мы можем расцепиться И кто нам в этом поможет Ты, наконец, избавишься от чипа А я раздавлю Арасаку Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб И добраться до Микоши Соглашайся Ладно Что такое Микоши? Начнём издалека Когда ты подключаешься к сети У Арасаки появляется возможность Натравить на тебя эскин под названием душегуб Который способен украсть у тебя душу и сознание Пока следишь за мыслью Я же видел воспоминания Он тебя нехило отделал Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал Но это не важно Важно вот что Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу Ты умираешь Но твоё сознание копируется в Энграмму Да Так ты и стал конструктом Именно Молодец Так вот, Микоши Это логово душегуба Там он хранит Энграмму Всех своих жертв Не понимаю, что общего у Микоши И моих проблем с чипом Да, а умом-то ты не блещешь, как я посмотрю 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете Где проводили операции на человеческом разуме Скорее всего, ничего и не изменилось Говорю тебе Все дороги ведут туда Там мы найдём ответы Каждый свой И как ты в этот раз хочешь уничтожить Аросаку? У тебя есть ещё одна бомба? И у бомбы есть имя Альт Каннингем Ни разу про неё не слышал Это пока Когда мы её найдём, я вас познакомлю Короче, не тормози Надо понять, как забраться в Микоши Ви Ты всё-таки мне позвонил Ну да, я же обещал Обещать все могут А держать слова уже нет Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках Поведенческий чип сломался Поэтому её списали И отправили к риперу по кличке Фингерс О, сука Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит Блин, Ви На нём клейма ставить негде Еду к нему Вдруг она там Говорила я ей держаться подальше от облаков О, ладно Пока, Ви Турция готовится к радиоактивной песчаной буре Уже второе в текущем году По прогнозам синоптиков Южный ветер принесёт около 20 тонн радиоактивной буре Это так смешно было вообще Какие-то малолетки пытались войти по большим документам А атмосферка тут что надо И пролезли в окно в туалете Ви, ты можешь говорить? Это важно Что случилось? Кажется, я нашёл решение Нашей общей проблемой Ну ты как, готов? Я связался со своим старым другом из Доросаки Он сейчас здесь В Найт-Сити У него есть связи с очень влиятельными людьми Ну и как ваш друг может нам помочь? Нам нужно встретиться втроём Я, ты и мой друг Пойдём уже отсюда Ты расскажешь ему то же, что и мне Что происходило в кампэке Плаза Я сомневаюсь, что мы его убедим Но с чего-то надо начинать Уж кто-кто, а вы должны знать Что Найт-Сити всё проверяет на прочность Даже самую старую дружбу Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга Да, я доверяю ему Ну ты как, готов? Встречаемся В Джапан Тауне После заката Сейчас я вышлю тебе точный адрес Встретимся на месте Ну как? Тут получше, чем в облаках Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой Как она себе ещё хребет не сломала Эй, ты, мудасвон! Сраный ты кусок говна В жопу тебя ебать А ну, стой! Что? О, привет, зайка В смысле, блядь, привет? Ты чего здесь забыл? Стой, котик Он тебя безусловно зачипировал? Пиздишь! Ага Выглядит бедненько, зато работает И не попросил с тебя денег? Да? Даже в рассрочку? Ну я же говорю После операции просто сказал Увидимся Эй, а ну-ка не шагу дальше Слушай, слышь, ты к кому? Я ищу рипера Его зовут Фингерс Знаешь, где его клиника? Допустим А тебе он зачем? У меня проблемы с имплантом Ты не с нашего района Неужто другого рипера в городе не нашел? Я слышал, Фингерс лучший Ага Лучший рипер для шлюх Ты шлюха? Я нет А вот ты, судя по всему, да Ты слышал, что этот гондон сказал? Я хуею от такой наглости Я бы повторил, но какой смысл? До человека с третью мозгой и на второй раз вряд ли дойдет Прости прощения, пидор Чтоб заслужить мое прощение, надо быть кем-то А ты, если так посмотреть Никто Эээ, ты как разговариваешь, лилокко? Фуал! Фуал! Лапу убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, Соска? Ты допиздишься, и шельфы ведут в эту дыру полным составом Если она тебе что-то должна, иди и подавай в сумку Отпали, не трогай меня! Окей, я понял Мое терпение кончилось Как только выплатишь то, что ты мне так... Надеюсь, эти членососы научатся справлять нужду в другом мире Все вместе Ээээй! Тут очередь! Эээ, куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все Ты знаешь этого Фингерса? Слышала о нем кое-что Что именно? У него иногда руки соскальзывают Это кто-то знакомый в этой дыре Я очень за нее боюсь, Ви Я не знала, что у нее какие-то проблемы Мы ее найдем Обещаю После налета Эвелин сначала пряталась у шельма, правильно? Все верно Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней Черт знает Я говорила, что это плохая идея Но она не слушала Ты говорила с Фингерсом? Нет К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам Блин, мы так до следующего утра тут посидим Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь Попробуй Ну или придумай что-нибудь получше Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы Быстрее найдем ее А с другой, надеюсь, что нет Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять? Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришел к такому выводу? Ты кинулась ее искать, как только узнала, где она Если начинаешь дружить с Эвелин Привязываешься к ней навсегда Ты работала в облаках? Не куклой Редактировала вирты Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем Ты не в курсе, где Фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то Уже довольно давно Должен скоро закончить Не особо надейся, киса Иногда он по несколько часов не выходит Особенно, если принимает оплату сразу после операции На, купи себе какой-нибудь нормальный хром У настоящего рипера Если у тебя хватает на настоящего рипера Че ты здесь забыл? Господи, тебе-то какая разница? Нравится ему тут может Скажи спасибо и пойдем отсюда Я все вижу, как в тумане Давай, пойдем У меня в хозяйке этой панели было более вытянутое лицо Края пережимают зрительный нерв Не волнуйся, глаз не привык А, это все поздно Что, заходим? Да, здравствуйте Чем могу помочь? Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер Она была здесь, в твоей... Клинике О, ну теперь понятно, о чем речь Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено Мы от шельм Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Ты же слышал Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер Мне надо знать, где она Давайте пройдем в мой офис Через мой кабинет проходит много девочек Очень много И каждую я стараюсь выслушать Применяю индивидуальный подход Спроси, кого хочешь Я же не просто лепила Я их понимаю Они хотят, как и любой человек, чтобы Их похвалили Погладили по головке Как будто они заслужили это Конечно Проходит время, и я их забываю У тебя глаз задергался, когда ты услышал ее имя Не пытайся меня наебать Ты ее помнишь Глазик задергался, потому что у меня тик Нервный Не представляете, как тяжело с ним жить Нет, правда, я бы помог Но я впервые слышу об этой девушке А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи? Да нет, такая техника не регистрируется Никаких фамилий, ничего Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна Она была здесь? О, бедная девочка Я пытался ей помочь, но Вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь Живая, здоровенькая У чипа был сожжен регистрик команд В угольки, понимаешь? Я его заменил, но... Без толку Это был кастомный вирус Эвелин напал на транер Да, похоже на правду Ближе к делу К делу? Да Дело в том, что я понятия не имею, где она Блядский кусок дерьма Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь Или усмири ее С таким отношением у нас разговора не получится Я тебя сейчас усмирю Выблядок ты черепашень С тобой даже разговаривать противно Ее забрали ребята из студии брейнданса Я даже не знаю, как их зовут Они говорили про бабочку Про Вирты с мертвой головой Сказали, она годится для бабочки Мне надо подышать Жду внизу Это все из-за меня Надо было просто не пускать ее в облака Хватит, успокойся Мы ее найдем Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа Эй, возьми себя в руки Ты что, уже сдалась? Нет Надо найти подпольные брейн-студии Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой Тоже зацепка И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно? Рынок просто огромный Это целая индустрия Каждый занимает свою нишу В зависимости от фетишей А нелегальные студии на одном месте Долго не задерживаются Они делают все, чтобы их труднее было накрыть Мы должны найти, где снимают эту херню Скорее всего, в какой-нибудь дыре Вряд ли они куда-то ради этого выезжают Ну, да Наверное, там, где их не запалят Я бы проверил Может, они где-то в своих виртах засветили место съемок Эти ребята никогда бы так не подставились Все на этом свете оставляют какие-то следы Надо только знать, где искать Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам От нас ничто не ускользнет Я же все-таки профи Так что да, есть идея получше Есть в Даркнете такой сайт Удовольствие Найт-Сити Туда чего только не сливают Может, и мы найдем что-то полезное Сейчас надо подумать Да, думаю, ты права Давай посмотрим, что на этом сайте Ага Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть Я подожду в машине Мне нужно что-нибудь сырое, настоящее У меня все только настоящее Что тебя заводит? Давай что-нибудь такое, чтобы конкретно врезало по нейронам У меня тут все есть Боксерские бои Перестрелки Допросы с пытками Ампутации Нет, мне бы что-то... Ну, ты понимаешь Фетиши? Нет, ну ты же знаешь, про что я Нет, не знаю Я же не читаю мысли Говори прямо Я хочу понять, как это убить кого-нибудь Вот, теперь понятно Смотри, есть классика с корпоративных войн Если ищешь свежак Бери вооруженное ограбление Что будешь брать? Мне нужны брейни Особого рода Особого? Агент, что ли? Был бы я агентом Ты бы уже сидел в наручниках За то, что продал чуваку передо мной Ладно, ладно Я на всякий случай Чего хочешь-то? Давай лучшее, что у тебя есть От Мертвой Головы Хм Да ты, я гляжу, из ценителей Только учти Мертвая Голова и стоит по-другому Ну, покажите, что у вас интересного Приятно иметь с тобой дело Залезай Привет, Ви Дай подготовиться Цепляй пока обручи, все остальное План такой Ты будешь смотреть Я по ходу редактировать Готов, жду тебя Описывай все, что видишь Может, заметишь то, что я пропустила Су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су Продолжение следует... Продолжение следует... Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейндансы. О, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Спецовка с нашивкой Корпа Электрик. Это наверняка мусорщик. Других таких стилях в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. Кофе остыл. Явно стоялся вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартер-Хилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не выйдем. Ладно, поехали туда. Ясное дело, ты со мной? Да, поехали. Погнали. Спокуха! Не спешите его менять! В Найт-Сити непрактичность. Бессмертный тренд. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. И мы на месте. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Учти, там будет опасно. И? Если ты хочешь оставить меня здесь... Прости, не выйдет. Ладно, я пошел. Все, хватит хуи пинать. Бери это говно и внутрь тащи. Раз тебе так срочно, сама и тащи. Что-то ты слишком борзая для грузчика. Я тут рублю хром уже пять лет. И я тебе... Живой! Решил не играть в скрытность. Я нашел спуск. Видишь, где? Ага. Буду через минуту. Жди меня. Вы, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливали в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело. Да уж. Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти. Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Продолжение следует... Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что? Я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз. Два. Три. Давай! Давай! Слава богу. Эва. Эвелин. Ты слышишь меня? Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Эй, Эвелин. Мне надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутый? Не можешь подождать? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну, хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, мне насрать. Ох, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли ад, чтобы торчать под дверью. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блять, она что, шутит, что ли? Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла. Но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя. Не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейндансов тебе удалось выдрать? Два. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей. Показывай. Погоди. Дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла та речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать? Эвелин, очень тебя прошу. Помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ты был прав. Мы просто теряем с ней время. Не, ну, посмотри на нее. Садись. Ладно. Запускай. Пайлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Можешь осмотреться, если хочешь. Лица вообще не видно. Ну знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы это тетя ни была, она серьезный Нэтт Раннер. Или просто работает на пару с таким. Ребята, наверное, цены не уйдем. Положил с малядаем. Еще и... А если он... А если он сам вдруг... Эм... Это не так важно. Может быть. Но они все из пасифики. Это сужает область поисков. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что выдуисты. Но это просто слухи. Я не то, чтобы на сто процентов уверен. Ты про банду Нэтт Раннеров? Их тяжело найти. Они стараются нигде не светиться. Не знаю даже с чего начать. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в пасифику. Отлично. Думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Вей. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увезти био-чип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Эм, постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Просканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Мы говорили, что вы видели ногу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхэнд. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа. Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай остановлю. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты пупе с Вами уже внушли? Да, внушли. А когда ты получаешь право, я не знаю, что эти проблемы. Ты думаешь, что у нас есть проблемы? Я не внушлась. Это бюджета мне и не будет. Мы идем в море и убедем. Надо сделать это. Мой термин куэм мэм чаравэо, кэсэлээн апмэнэ нэу тирэксу халт. Окей, Джудэ, хватит. Ладно, отключаю. Ничего не понимаю, при чем тут Джонни Сильверхэнд? Он же умер. И это было сто лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграма Сильверхэнда. Энграма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. А, конечно. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерши. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе и, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но если бы ты хотел отомстить Эвелину, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами. С их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Босс вудуистов мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама брежит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фрикольно. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточните так. А, у меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвонить.